Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Заветы важны в Писании. Каждый из них. И один из них, о котором мы склонны забывать, это брачный завет. Слово Божье ясно учит, что когда вы входите в брачные отношения, вы входите в завет. В завет между мужчиной и женщиной и Богом. И мы видим, что брачный завет важен по ряду причин. Одна из них, что Бог использует брачный завет символически, чтобы говорить о своих взаимоотношениях с Израилем. Что Израиль – жена Бога. Подобным образом мы видим в Новом Завете, что Мессия Ишуа, и я говорю об Иисусе Христе. В Писании говорит, что Он – жених, а верующие Его – ученики. Собрание искупленных церковь – это невеста. Так что снова и снова мы видим в Писании, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, что брак утверждается значимым образом. Следовательно, если мы чувствительны к Святому Духу, если мы хотим быть послушны путям Божьим, если мы вступили в этот брак, нам необходимо признавать его как Завет, и нам необходимо понимать, что наши брачные взаимоотношения открывают истину относительно нашей веры, нашей веры в Бога и нашего посвящения Ему. Иначе говоря, брак – это свидетельство, и необходимо, чтобы нас очень заботило, каким свидетельством является наш брак в жизни других людей. Так что с этими словами возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 19 главу. Евангелие от Матфея, 19 глава. Это часть Писания. Заметьте, как она начинается. Мы читаем в первом стихе. «И случилось, когда закончил Иешуа слова эти». Это значит, что нам надо понимать, о чем он говорит. И все эти слова мы можем обобщить одним словом, и это слово «царство». Он говорил о царстве Божьем. И только когда вы заинтересованы в царстве Божьем, когда у вас страстное желание, вы посвящены царству Божьему, и вы будете в царстве Божьем по причине своей веры, тогда и только тогда вы будете стремиться, покоряться, полагаться на Духа Святого для того, чтобы ваш брак был поистине благочестивым свидетельством, таким, который угоден Богу, таким, который проявляет любовь Бога, посвящение Богу в то время, как вы демонстрируете это своему партнеру. Если вы муж, как вы демонстрируете это своей жене. Если вы жена, как вы демонстрируете эту любовь, это посвящение своему мужу. И мы делаем это просто потому, что Бог повелевает. Нас больше интересует, чтобы наш брак был благочестивым свидетельством того, будем ли мы радостны, будет ли брак всегда приятен для нас, будет ли он у нас долгое время или нет. Потому что, когда мы будем верны повелениям касательно брачных обязательств, когда мы будем верны им, Бог будет действовать. Иногда Он будет работать над нашим супругом, в других случаях Он изменит нас для того, чтобы двое, как мы видим, стали одним. А один, часто, очень часто, это слово в Писании относится к Богу, чтобы нам проявлять Бога в нашей жизни, в нашем браке. Так что мы будем на самом деле посвящены этому, если только наш ум настроен на царство. Еще раз посмотрите первый стих. «И случилось, когда закончил Ешуа слова Эдди, то вышел из Галилеи или покинул Галилею, и пришел в пределы». В оригинале слово стоит во множественном числе. «И пришел в пределы иудейские», на другую сторону реки. Вот что подразумевается словами на другую сторону реки Иордан. Эта область как раз там, где был Содом и Гамора. Это то место, на котором Бог излил уникальным, мощным образом свой гнев на людей, которые не пребывали в Его Слове, которые пренебрегали даром, особым союзом и взаимоотношениями мужчины и женщины в брачном союзе. Эти люди, обитатели Содома и Гаморы, были в грехе. И этот грех Бог называет мерзостью. Это было тем, что Бог ненавидит, и поэтому на них пал суд Божий. Вот почему Писание говорит нам, что Иешуа пошел именно в то место, чтобы провести эту дискуссию, о которой мы будем говорить в этом отрывке Писания. Итак, он пошел в пределы иудеи, этого южного царства, на другой стороне Иордана. И посмотрите второй стих. Нам здесь сказано. «И многие толпы». Не всего лишь одна толпа, но многие множество людей. Многие толпы последовали за ним, и что он сделал, тут сказано. «И он исцелил их там». Почему так важно последнее слово в библейском тексте? «И он исцелил их там». В месте, куда обрушился суд, он также исцелил. И мы видим, что суд может иметь исцеляющий эффект в жизни человека. Что я этим имею в виду? Если вы помните, что Бог есть Бог суда, что Он доказывает грех и непослушание, если вы на самом деле верите в Бога, Который будет судить, этот факт, эта реальность принесет изменения в вашу жизнь. Вы будете более чувствительны к угождению, послушанию, подчинению Ему, делая то, что Он повелевает нам делать. И это основополагающее в браке. Если я не буду чувствителен к словам Бога, Его настановлениям, я не буду верен своему партнеру, своему супругу, своей жене. И поэтому, по причине непослушания, «Если я не послушен, если я не добр, не верен, не послушен Его настановлением, то я иду в направлении суда». И эта местность напоминает нам о том, что Бог судит грех, и Он судит его сурово. К Нему пришли фарисеи, и для чего они пришли к Нему. Библия говорит, что они пришли для того, чтобы испытать Его. И употребленное здесь слово значит, что не с целью научиться чему-то. Это не такой тест, который учитель дает его или ее ученикам. но это искушение. Целью, чтобы человек упал, приткнулся, повел себя неподобающим образом, они испытывали его, потому что у них был совсем, совсем иной настрой ума. Видите ли, они угождали людям, а не Мессии. Иешуа хотел жить, вести себя так, чтобы это чтило Его Отца, и делал это в совершенстве. Он делал это в качестве примера для нас. Сын Божий приносил честь Своему Отцу, и именно это и должны делать все люди. Мы должны чтить Бога, слушаясь Его словам. Мессия — совершенный пример этого. В этом месте Писания мы очень ясно видим, что эти фарисеи пришли к Нему в это место с тем, чтобы испытывать Его буквально для того, чтобы Он упал. И они говорили Ему, законно ли человеку отпустить, что значит развестись? Это идиома. Законно ли человеку отпустить свою жену, то есть развестись с нею по всякой причине, по любому поводу? А это было бы очень популярно. Понимаете, многим людям это бы понравилось. Я могу просто прекратить эти отношения по причине, какую я хочу. Но Слово Божье не говорит так. И вот проблема. Согласно традициям старцев, но не согласно Слову Божьему, не согласно закону Божьему, не согласно заповедям Божьим, согласно традициям мудрецов, старцев, такова была их точка зрения. И она была чрезвычайно популярна в обществе, среди мужской части общества. Им это нравилось. И они использовали ее с целью давления на своих жен. Почему? Что ж, когда женщину отпускал муж, это ставило ее весьма уязвимую позицию. А поэтому эта угроза использовалась для манипуляции женщиной, женой. А такое – это не доброта, это не любовь, это не характер Мессии. Это точка зрения не у человека, который верит в то, что Бог есть Бог суда, потому что человека, ведущего себя так, Бог будет судить. Это не доброе поведение среди людей, так поступать со своей женой. Как это ужасно! Но такая точка зрения была популярной. И я должен сказать вам следующее. Много из того, что популярно сегодня, даже в поместной общине, во многих динаминациях, это популярно, но оскорбительно для Бога. Бог ненавидит такие вещи, когда мы идем на компромисс относительно Его Слова. Итак, мы рассмотрим это местописание. Они задали ему этот вопрос, пытаясь сделать так, чтобы он или согласился с ними, и это дало бы им поддержку, или не согласился с ними, и это сделало бы его очень непопулярным. Запомните следующее. Сын Божий, Иешуа Минацрат, Его никогда не волновала популярность, и ни одного истинного слугу Божьего никогда не волнует угождение другим. Нет, Его цель, Ее цель, чтить Бога, слушаться Его, жить так, как благоугодно Богу. Так что обратите внимание на то, что говорит Иешуа в ответ. Четвертый стих. Он же, то есть в противоположность их желанию, он же, речь идет о Иешуа, и в большинстве английских библий этого нет, но в оригинале стоит определенный артикль, относящийся к нему. Он же ответил, сказал им, «Не читали ли вы?» Имеется в виду в Торе. Чаще всего, когда он говорит «Не читали ли вы?», он говорит о законе Моисея, и, конечно, то, что он скоро скажет, подтверждает это. Так что он просто задал вопрос, «Не читали ли вы что?» И снова то же самое слово, «Тот». Вот что делает Писание, делает здесь, используя греческий определенный артикль в начале в отношении Иешуа, а затем в отношении Бога Отца. Так что он делает? Показывает единство, что они одно. Одно в целях, одно в мыслях. Между ними не было различия. Вот чему учил Мессия. Он учил воли, цели, истине своего Небесного Отца, и так он говорит. «Не читали ли вы что?» «Что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их». Именно так и сказано в книге Бытие. Когда Бог сказал Адам, Адама первого человека, так сказано, что Он сотворил Адам, мужчину и женщину. И цель была показать в точности то, к чему мы подходим. И это единство, которое происходит между мужчиной и женщиной. И вот общество, культура, в которой мы живем сегодня, никогда не были в такой путанице, в таком бунте. Это ужасно, это мерзость, что такие страны, как Америка, поддерживают однополые браки. Это греховно, это неправильно, и это ненавидит суд Божий на таких людей и на общество, которое такое поддерживает. И, во-первых, суду подвергнутся руководители, поддерживающие это, и Верховный суд, неверно утверждающий, что это правильно. К ужасу, это уже в Конституции. Часть Конституции, что мужчина может вступать в брак с мужчиной, а женщина с женщиной. И опять-таки, это мерзость. Это обольщение из глубин ада. И если люди не встают и не говорят, что это мерзость, это означает, что они хотят угождать людям, а не чтить Бога. Никогда. Никогда не беспокойтесь о последствиях. Всегда заботьтесь о том, чтобы быть верными Богу, а последствия оставьте Ему. И я усвоил этот принцип от человека, который является великим благословением в моей жизни. Я никогда не встречался с ним, но я говорю о Чарльзе Стэнли, который часто говорит, доверьтесь Богу, то есть слушайтесь Его, полагайтесь на Него, а последствия оставьте Ему. Какой чудесный принцип и как Он соответствует Божьему Слову. Мессия говорит то же, что и Библия. Он всегда цитирует Писание. Он говорит, «Из-за этого мужчину и женщину сотворил их и сказал, «Из-за этого оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». «Опять-таки, все это мы видим, и всему этому учит книга Бытие». И слово «прилепится». Если вы посмотрите это слово на языке оригинала в книге Бытие, это то же самое слово, означающее «слугу Божьего», прилепляющегося к заповедям Бога. Итак, мы будем чтить. И учение в следующем. Мы будем чтить заповеди Божьи до такой же степени, как мы чтим Брачный Завет. Если мы не посвящены Слову Божьему, мы не будем посвящены послушании Брачному Завету. И, к сожалению, сегодня мы видим, что во многих местах уважение к Брачному Завету все меньше, и люди идут на компромисс для того, чтобы соглашаться с мирской точкой зрения, а не с Божьей. Снова посмотрите, в 6 стихе он говорит, «Так что они уже, они уже, не двое, но одна плоть. Итак, что Бог?» И это показывает, что Бог – часть Брачного Завета. Итак, что Бог сочетал? «Соединил», говорит он, «того человек, да не разлучает, не разделяет». 7 стих. Они говорят ему, «Как же Моисей заповедал давать?» И обратите внимание на следующие два слова. Следующее слово говорит о значимом документе. И какое тут греческое слово? От него мы получим наше слово «Библия». Так что этот документ, это свидетельство, это Библия, но не Библия в смысле Писания. Речь идет о документе великой важности. И второе слово. Вам надо изучить его, поскольку это то же самое слово, что и во второй главе второго послания к Фессалоникийцам. В третьем стихе – «Отступление». И также в книге «Деяния» 21. 21, где Моисея, извините, Павла, обвиняют в отступлении от закона Моисея. В некоторых Библиях сказано об этом «Отступлении» как о ереси. Таким образом, «Отступление» – это когда мы отходим от того, что хорошо. Об «Отступлении» Павел говорит. К примеру, во втором послании к Фессалоникийцам 2, 3, это «Отступление от истины» даст толчок и появлению Антихриста. А почему это слово появляется не только здесь, но также мы впервые видим его в Новом Завете, в Евангелии от Матфея 5, 31, где оно используется таким же образом, где говорится о свидетельстве, документе о разводе. А почему оно использовано там? Потому что в нашем стихе и в Матфея 5, 31 одна речь идет о том, что развод – это «Отступление» от того, что хорошо к тому, что нехорошо. И вот, послушайте внимательно, что Иешуа, Иисус из Назарета, ваш Господь и Спаситель, Бог среди нас, что Он сказал по этому важному вопросу. Итак, мы читаем. «Они спросили, как же Моисей заповедал давать этой женщине разводное письмо, буквально документ отступления, и отпускать ее, разводиться с ней?» Восьмой стих. Он говорит им, «Потому что Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, отпускать жен ваших. А сначала не было так. И слово «не было так» главный глагол «геганен». Что это за глагол? Он говорит о том, что было истина в прошлом, что истина в настоящем, и будет истина в будущем. Речь идет о воле Бога от начала, о том, чего Он хочет, и что должно быть утверждаемо нами. Но наше жестокосердие не позволяет нам соглашаться с Богом. Нам необходимо покаяться. Нам необходимо стать новым творением. Нам необходим ум Христов, чтобы быть способными сделать это». Девятый стих. Говорю же вам, который отпустит, то есть разведется, отпустит жену свою, и послушайте, кроме как за прелюбодеяние, это единственная причина, кроме как за прелюбодеяние, и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной, на той, которую отпустили, прелюбодействует. Итак, очень строгие слова касательно этого Писания о браке и разводе. Разводиться можно только за прелюбодеяние. А если женщина разведена за прелюбодеяние, если кто женится на ней или выйдет замуж за него, тот, кто вступит в брак с разведенным, тот же, сделав так, совершит прелюбодеяние. Так говорит Слово Божье, 10 стих. Говорят Ему ученики Его, если такая есть причина человека с женой, если такая причина, извините, дела, если такое есть дело человека с женой, то лучше тогда и не жениться, и обратите внимание на его ответ, 11 стих. Он сказал им, «Не каждый, не все вмещают Слово это, но те, которым было дано». Вот что это место Писания открывает нам. Есть определенные люди, которые были уникально призваны не вступать в брак. Вступление в брак — это заповедь. Это хорошо. Но есть такие, Писания подтверждают это. Так говорит и Павел, и Иешуа, и Павел. Оба они говорят. Есть люди, которых Бог призвал. Он дал им уникальное призвание не вступать в брак. Почему? Посмотрите, что он говорит в 11 стихе. Тут сказано, «Не все вмещают Слово это, но те, которым было дано». Есть евнухи, которые от утробы матери были рождены так. И есть евнухи, которые были сделаны евнухами другими людьми. Тут речь о том, что в определенные времена люди были рождены быть евнухами. Мы об этом скоро скажем. Другие были сделаны евнухами людьми обычно для того, чтобы занять престижное место во власти, с тем, чтобы они были полностью преданы царю или другому могущественному человеку и никогда не имели связи с женщиной. Так обстояло дело. Он использует примеры из общества. Он также говорит, «И есть евнухи, которые сделали евнухами себя самих». Они не вступают в брак, но почему они это делают? Здесь говорится вот о чем. Мы уже сказали о тех, кому было дано. И это те, кто является евнухами, никогда не были женаты. Почему? Заметьте, что тут сказано. «Из-за Царства Небесного». Итак, некоторые евнухи сделались таковыми ради финансового благополучия. Некоторых сделали евнухами насильно. Но есть и другие, не ради финансового благополучия, не ради престижного поста, но по причине, что говорит Писание. «Но из-за для Царства Небесного». Вот почему они не вступали в брак. Для того, чтобы полностью во всех аспектах быть посвященным делам Божьим. И обратите внимание на то, как завершается этот раздел. Утверждением о Царстве Божьем. Кажется, что почти всегда, когда Мессия учит, на переднем плане того, что Он говорит, Царство Божье. И вот это место Писания. Им мы и закончим сегодняшнее занятие. Не каждый может принять вместить это. Кто может вместить, да вместит. Итак, Мессия говорит здесь о том, насколько важен брак, но заканчивает особым призванием к безбрачию для того, чтобы служить уникальным образом в полном посвящении Царству Божьему. Что ж, брак, этот завет, нельзя переоценить, насколько он важен. До встречи на следующей неделе. Пусть Бог обильно благословит вас. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.